Всем шалом! В этом видео вы вряд ли услышите для себя что-нибудь новое. Как бы не было парадоксально, но тема интересная и уверен имеет место быть. Наш любимую страну, наш Казахстан всегда хвалят. Интернет вообще кишит роликами типа таких. Где же лучше жить? Каковы тут цены? Вся правда о Казахстане. Ролики 17-го года набирают просмотры и каждый из них рассказывает, какие у нас тут низкие цены, мини-коммуналки и так далее. И если ты из России и Украины, напиши мне, как живется там у вас. Я уверен, жопа такая же. У нас в принципе мало различий. Но если ты досмотрел ролик до этого момента, то не забудь подписаться. Ваша поддержка, а значит будет больше роликов на канале. Так, дубец. Туристы, которые приезжают в Казахстан, в частности в Астану или Алмату, пишут великолепные отзывы. Насколько город красив, какие у нас дружелюбные люди, а мы с вами все радостные и веселые. Вообще в России, Украине, Казахстане неважно испокон веков было так. Мы всегда лежим обувь приезжим иностранцам, а своих готовы посадить на пику. Американец, кореец, для вас все условия. Люди внезапно радостные улыбаются. Они услышали иностранную речь. Наш мир, где мы живем, построен на том, что вот ваш дом, это ваша зона комфорта. Вот работа, тут можно получить деньги. Вот магазин, потратите деньги, а вот культурно-массовые заведения. Все. Я уверен, большинство людей нашей страны не выезжали за пределы СНГ. Я уверен, 30-50% и в других городах-то всего один раз были. Благо, если вообще были. Туризм у нас абсолютно не развит. Я вам говорю, как студент специальности туризм. Короче, поэтому мы и удивляемся от слов «yes, yes, you speak English» и так далее. Всю эту тему я введу в сторону нашей повседневной жизни. Вдобавок к этому мы всегда были показушниками. Если приезжает, допустим, президент, министр и еще кто-то там, мы готовы из кожи вон лезть, лишь бы только стелиться под них. Банальный пример будет город Петропавловск. Два года назад к нам приезжал наш президент. Все собирались во дворце спорта, СМИ и телеканалы раскрутили так, что все были радостны и все так бурно аплодировали. Но если спросить человека, который там присутствовал, он скажет вам правду. К сожалению, он постеснялся записать для вас голос, но я его процитирую. Мы около трех часов просидели на холодных стульях в ожидании. Там было очень холодно. Нам раздали эти, как они, короче, штуки, которым мы должны махать, стучать. Нас учили аплодировать. И после трех часов подготовки и ожидания к нам вышла вся делегация президента. И сам президент. Самое интересное то, все свистели, кричали, боже мой, какая радость и так далее. А я просто думал, господи, какой это все-таки позор. И в завершении самое странное, он просто вышел, посмотрел на всех, помахал рукой и ушел. Мы ждали его три часа. Денег вбухали организаторы еще больше. В общем, я дословно сказал его слова. Конечно, у каждого разные эмоции. Каждый оценивает ситуацию по-разному. Если это для тебя не показуха, то вот еще один пример. Наблюдал я за этим через окно своего дома. Да, я живу в Петропавловске, и к нам в этом году приезжал Путин и наш президент. Форум приграничного сотрудничества. Собрание, туризм и все дела. Вы даже не представляете, сколько было бы выделено денег на это все. Починка дорог, то, сё и всего этого. Они побелили деревья. Как же без этого? Деревья белить это так важно. Покрасили заборчики. Ну и, конечно же, покрасили дома. То есть, десятиэтажки теперь выглядят куда красивее. Прям цвет и все дела. Самое тупое в этой... Самое тупое в этой ситуации, они покрасили те дома и те улицы, по которым должен ехать президент. Ну и некоторые важные дома тоже были украшены. И еще, знаешь... Еще, знаешь, обязательно надо сказать. Они покрасили, блядь, лицевую часть. А вот то, что во дворах происходит, они даже не красили. Они даже не задумывались, блядь, об этом. Просто вот показуха. Лицевую часть дома, блядь, покрасили. Сдалека все на вид прекрасно. Но стоит подойти ближе, и ты понимаешь, сколько труда было вложено. Видишь все косяки. Гребаная показуха. Так же и с дорогами. Они делали, делали их. Прошел месяц, опять все развалилось. И так уверен в каждом городе. Проклятая показуха жрает Казахстан. А так же, наверное, и другие страны СНГ. Говорить не буду про них. Второй ответ это зарплаты и цены в Казахстане. Много роликов, где расхваливают нашу экономику, расхваливают наш заработок. Приведу в пример свой город. Средняя зарплата 70 тысяч тенге. При этом ты день и ночь, извиняюсь за выражение, ебашишь на работе. Цены в магазине не скажу, что кусаются, но по карману все равно бьют. Сейчас я, возможно, скажу глупость, но все мы люди и все мы покупаем соусы, майонез, там масло и все дела. Средний майонез плюс средний кетчуп, бутылочка растительного масла и плюс один пирожок минус 1000 тенге. Чтобы покушать, допустим, фастфуд, минус 1000 тенге. Сахар, соль, рожки, макарошки и еще минус 2000. На еду тебе, в принципе, хватит. И люди, которые сидят за монитором сейчас, скажут, отчего тебе не хватает? У тебя же даже остаток остается. Ну, ребят, во-первых, учитывайте то, что сезоны меняются, нужно менять одежду. У кого-то день рождения, кто-то семьянин, и там уверен, 70 тысяч вообще не хватит. А также просто задумайтесь, не у всех есть машины и личные квартиры. Чтобы снять хорошую квартиру, пожалуйста, на руки 40 тысяч плюс 15 коммунальные услуги. И это еще цветочки. Есть и 50 плюс 10, и по 70 тысяч. Поэтому люди и живут в общагах, доедают последние, сами понимаете, взрослые люди, вы поняли. Хуй без соли. Это еще мы не взяли в пример непредвиденные ситуации. Там ты заболел, нужны лекарства, порвалась обувь, нужна новая обувь, сломался унитаз и так далее. Либо же учеба в Казахстане. Она дорогая, один месяц 40 тысяч рублей. Проезды, распечатки и так далее. Все это бьет по карману. Руликов в интернете о Казахстане множество, но все они не учитывают всех проблем и всех затрат. У нас жить ничем не лучше, чем в России или Украине. Все то же самое. Единственное, у вас куда лучше развита свобода слова. У нас о таком мало что говорят. Фактически она есть, но сами понимаете, не буду говорить лишнего. Вдобавок, после первого января всем приходит жопа. Каждый казахстанец обязан привязать свой ИИН к своему телефону. ИИН это личные данные. Там номер удостоверения, как будто техпаспорт или документ от машины. Соответственно, каждый теперь будет иметь свой личный телефон. Плюс привязывается к сим-карте, а если не привяжешь телефон, у тебя не будет связи. Беребельда полная. Просто теперь они будут за нами следить и все. И знаете, заморочка начнется у людей, которые покупают телефоны с рук. Пользуются активно торговой площадкой UX. Теперь, чтобы купить телефон, мы идем к хозяину, отдаем ему деньги. После мы его отрегистрируем от телефона, я не знаю, как сказать. В общем, и потом он вас перерегистрирует на его телефон. Короче, я сам запутался. Жесть. Полная жесть. Вот такое, в общем, получилось краткое видео о нашей любимой стране. У меня еще много мыслей по этому поводу. Оставляйте комментарии, пишите, как у вас тем в других странах. Ну, у нас как-то так. Сами смотрели видео. Это было мое личное независимое мнение. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok